Небольшая экскурсия по номеру в отеле в Ялте. Санузел, плитка мраморная, кстати, неплохо. Какая-то невообразимая конструкция. Я даже не знаю, зачем здесь столько полочек, ящичков. Сколько книг, я думаю, тут можно разместить и всяких разных мелочёвых. Кровать, фотки, кондей, модненький, серенький. Ещё одна. Этажерка, любят здесь этажерки. Ну, либо действительно такой дизайн. Да, обои, обои. Сверху, сбоку, обои везде. Ну, в принципе, чистенько, уютненько. Ну и вид неплохой. Жаловаться нельзя. Выходим на террасу и... Конечно, то, что надо. Чайки поют. Конечно, красиво. Ну что же, вот такой вид. Здесь будет выставка, здесь будет выступление. Ялта, отель, гостиница. Пойдём вниз, посмотрим, что там на берегу моря. А вот здесь выставка наша, на которой мы участвуем. И завтра будем давать лекцию. Ну, какая красота. Здесь идут рестораны различные и набережные. И чтобы перейти с одного участка на другой, нужно пройти вот через эту искусственную набережную по ресторанам. Здесь как будто я в катакомбах каких-то нахожусь. Сверху какая-то крыша. Ещё одна лестница. Там ещё одни лестницы. Может быть, это спуск из отеля. Но я ещё не разобрался в местной архитектуре. В местной рабочей атмосфере. Людей не так много. Вернее, даже, в принципе, вообще нету. Буквально там пару отдыхающих лежат. И, конечно же, очень классно. Волна, море. Прям полный релакс. Вообще красиво, да. Запах моря. Вот этот вот йод. Вообще, когда прилетаешь сюда, сразу ощущение вот этого морского праздника. А ну, вон, видимо, гостиница там наверху. С ней может спуститься. Рыбаки рыбачат. Вот эти вот прибрежные, получается, рестораны. Уу! Сейчас меня вот сзади волной накроют. Нехило. Вон там ещё какое-то здание на утёсе. Ну, вот она вся набережная. Какой-то бункер оттуда, видимо. Раз. Два. Ну, а я спустился вот так. Непонятно, какие застроенные здесь рестораны. В целом, всё-таки неплохо. Хотя бы нет вот этих липоватых красных каких-то, красно-жёлтых вывесок. Более-менее, хоть как-то там. На европейское похоже. Да, но, конечно, далеко ещё здесь от качества. Иду по набережной. Есть такое небольшое ощущение какого-то непонятного чего. Он какие-то сервисительные абсолютно. История с ресторанами. Непонятно, хорошо это или плохо. Он какой-то флаг. Струлья, ну, то есть совершенно какая-то невнятная штука. Я не пойму, клёво это или наоборот. Совершенно непонятно. Какие-то люди в талантах. Но вот не так много, да, нет какого-то ощущения, что вот совсем здесь колхозный колхоз. То есть более-менее, более-менее. Ну, в общем, тут ещё стоит привыкнуть. Солнце садится очень красиво. Не жарко. Вот это самое важное. И запах есть. Отличный запах моря. Это, конечно, прекрасно. Поднимаемся наверх. А вот люди даже купаются. Что прикольно. Цвета мне нравятся, конечно, очень красивые здесь. Немножко даже Нормандию чем-то напоминает. Ну, потому что октябрь, наверное. Кстати, хорошо, что пластиковые, конечно, лежачки. Но с конструкцией из дерева. Это не может не радовать. Не, набережная симпатичная, однозначно. Здесь можно погулять. Здорово. Хотя какой-то он там металлолом при этом. Там какие-то суда или что-то. Даже непонятно. Ну, цвета. Цвета, конечно, супер. Я думаю, всему виновен солнце, которое сейчас будет уже заходить. Закат мы смотрим. И сейчас вся красота уже уйдёт. Здесь какая-то советская ещё невообразимая конструкция. Даже не знаю, что это такое. Тип фугикулёра. Ну, или даже непонятно. Даже не хочу думать об этом. И вот тут, в принципе, весьма неплохая набережная. Сделана из стекла. Крупенькая, да, типа триплекса. На самом деле, просто склеены два стекла. Но зато неплохое обрамление. Нет никакого пластика. И даже пол сделан из досок. Сейчас уже солнце практически зайдёт. Поэтому я ловлю последние лучи. Так кажется, что как будто там итальянская вилла, да, вдалеке. Но на самом деле это просто берута металлолома и какой-то старый дом. Лестница сделана здесь тоже из дерева, кстати. Оно симпатично смотрится. Клееные какие-то конструкции. Погода очень хорошая. Очень классная. Прям очень рад. Мне вот нравится, когда нету жары, нету туристов. Мне кажется, сейчас будет совершенно волшебно просто. Всё вспучилось, но ничего такого страшного нет. Это же море, и здесь это всё допустимо. Залезаем наверх, посмотрим, что там. Может создаться впечатление, что этот фотоаппарат так хорошо снимает. И такая вот перспектива, архитектура. Всё так суперски. Но на самом деле это действительно так. Действительно здесь неплохо. И, конечно, фотоаппарат чуть-чуть приукрашивает. Но в целом, в целом, да, очень неплохо. Гораздо лучше, чем я ожидал. Неплохое место. Сделано тоже из листницы там или из чего-то. Домики для переодевания. Я думаю, это, да, это к отелю получается. Делали когда реконструкцию. Сделали одновременно и реконструкцию всего этого безобразия, которое тут возможно было. По крайней мере, так хочется верить в это. Ну и давайте с самого, сейчас с самого верха посмотрим, как всё это выглядит. Ой, кошка лезет. Кошка, кошка, кошка. А вот это комната маленьких питомцев. Комната матери и ребёнка. Лавочки из панели. Ну, конечно. И кукурузу проклятую оставили. Ну, что за турист? О, вот. Ну, вот. Вопрос о культуре. Что это такое? Ай-яй-яй, туриста. Некрасиво. Сделали тут всё. Но это не помогает. Hotel Beach. Название. Последние лучи уходящего солнца. Всё, буквально за секунду. Только что было солнце, и оно ушло. И наступила тьма. Круто. А вот люстра. Из меди. Это что, какая-то невероятная конструкция? Запорожец. Ой, юг у нас такие дома растут. Дерво счастье. Ой, обезьянки. Ну, пойдём, пойдём. Из шипы. Обезьянка чуть не отняла у меня фотоаппарат. Очень проборно и быстро. Так что всё тоже за руку схватить. Чтобы отобрать назад. И наступает вечер. Ну, какие большие туры. Спускаемся в бассейн. Соляная пещера. Свиминг-пул. Советская люстра. Ну, ничего так. Атмосферненько. Брутально. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.